Большое спасибо, уважаемые друзья, коллеги. Соглашусь с слаженностью совместных действий наших военных структур и спецслужб. Что касается расширения Североатлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в внешнеполитических интересах Соединённых Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны, но делается достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это всё усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. Слаженности совместных действий наших военных структур и спецслужб. Что касается расширения, в том числе за счёт новых членов альянса, Финляндия, Швеция, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, нет. И поэтому в этом смысле непосредственные угрозы для нас, расширения за счёт этих стран, для России не создаётся. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Тротику проведения которых, безусловно, мы намерены расширять. Вот кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс ещё и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики. Старается всё активнее и активнее включаться во международные вопросы и контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них и не лучшим образом в других регионах мира. Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны. Продолжение следует...